Богатырь будет жить. Несколько месяцев назад мы рассказывали историю социально ориентированного тренажерного зала. Осенью 2017-го Богатырь оказался на грани выживания. Денег на оплату счетов за отопление не хватало. Руководство боялось, что коммунальщики подадут в суд, а приставы в счет долга заберут немногочисленные имущества. К счастью, нашлись добрые люди, которые пожертвовали крупную сумму. Благодаря этой помощи нам удалось закрыть задолженность перед гортеплоэнерго с плюсом на 15 тысяч. Был один взнос, даже 45 тысяч нам помогли. Это было очень хорошо. Сейчас мы ушли в зиму с положительной историей кредитной. Находящийся в жилом доме на сортировке – это, вероятно, единственный спортивный центр в районе. Посетители зала – молодежь и пенсионеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Привлекает в первую очередь доступность. Заниматься здесь можно и бесплатно. Но администрация все-таки просит вносить благотворительные взносы от 30 до 100 рублей за занятия. Хожу сюда третий год. Нравится мне. Зальчик такой уютный. Но хотелось бы, конечно, чтобы здесь ремонтик сделали. Может быть, спонсоры какие-то найдутся. Помочь душевую боковинку установить. Потому что я пришла, буквально, что я позанималась, я уже мокрая. Несмотря на скромную площадь, место для душевой все же есть. А вот средств, чтобы ее оборудовать, пока нет. Нужно провести косметический ремонт, установить вентиляцию и закупить новые тренажеры. На все это уйдут немалые деньги. А тех, что богатырь получает с посетителей, едва хватает на зарплату администратору и коммуналку. Хожу я три раза в неделю. Ну, бывает чаще, бывает реже. Что хотелось бы? Ну, хотелось бы немножко условий получить. Вытяжку, душ. Ну, а так, что хорошо. В этом районе это единственное, наверное, центры, где можно сделать подобное. И цена доступна, и ничего не пропадает. Заплатил за сколько, столько получил. Руководство богатыря боится, что через несколько месяцев ситуация с долгами может повториться, а помочь будет некому. И тогда единственный на сортировке тренажерный зал вновь окажется под угрозой закрытия. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.